Фототехнологии для лечения рака. Новосибирские врачи проводят уникальные операции, после которых пациенты живут дольше, а риск рецидива болезни в разы меньше. О мастерах лапароскопии наш следующий сюжет. Лапароскопия – сложный вид операции, когда вся работа ведется через небольшие отверстия, обычно до полутора сантиметров. Флюоресцентная хирургия – инновационный метод удаления опухоли. В организм вводится специальный краситель, который маркирует зараженные участки ткани. Его видно при определенном спектре. Способ флюоресцентного подкрашивания, получение картирования, карта лимфодренажной системы, где обычно идет все метастазирование. Мы получаем визуальную картину, где нужно убрать и что сделать. Парадокс, но при закрытой операции точность удаления раковых клеток намного выше, чем при открытой полостной. Врачи между собой называют технологию третьим глазом, ведь орган нельзя пощупать и увидеть со всех сторон. Мы с внутренней стороны органа обеспечиваем дополнительную подсветку именно тех путей лимфооттока. И вот это нам позволяет, наверное, точно и бескровно провести тот самый необходимый объем. И если так можно образно еще выразиться, обеспечить хирургическую чистоту лимфатического коллектора. После таких операций пациента отпускают домой уже через неделю. Процесс реабилитации проходит намного быстрее. А главное, увеличивается продолжительность жизни. Если после традиционной полостной операции пациенты могли прожить еще максимум два года, то после флюоресцентной лапароскопии до пяти лет. Мы еще надо сказать одно достижение этой технологии. Помимо введения до операции под опухоль, в конце операции индуцианин вводится в ВИН. Рассчитывается дозировка на килограмм веса. И в этих условиях мы смотрим сосудистые русла всех тех мест, где мы сшивали органы. Мы можем четко на сегодняшний день контролировать кровоснабжение непосредственно созданных нами новых анастомозов или новых путей для пищеварения. И четко оценить и профилактировать дальнейшее заживление. Эффект флюоресценции применили производители фотоаппаратов еще в 64-м году прошлого века, чтобы делать снимки ночью. В медицине пока таким способом оперирует только желудок. Но в скором времени также будут лечить и рак толстого кишечника, прямой кишки и щитовидной железы. Виктория Рыжих, Алексей Баженов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова